В декабре прошлого года министром экологии Акиматом области была подписана дорожная карта по решению экологических проблем нашего региона. Программа разработана до 2026 года и включает в себя 44 пункта. Деньги на ее реализацию будут выделяться из республиканского и местного бюджетов. Дорожная карта на данный момент находится в разработке. В нее будут заложены все экологические проблемы, имеющиеся в нашем регионе, в том числе и те, которые озвучивает общественность. У нас разработки на ТЭО, то есть у нас на наличие шестивалентного хрома, тот же самый Алгинский завод у нас, в котором старый химический завод. Также у нас строительство КОС и реконструкции КНС-11, тоже заложены у нас дорожной карты. Также есть там проблемы по Тимирской румынии, то есть создание зеленого пояса вокруг Кинкьякского и Саркутского сельских округов. Это уже тогда будут средства заложены из частных предприятий, это СИНПС, Ахтебуна и ГАЗ и КМК Муна и ГАЗ. То есть в этом году они планируют провести разработку, а со следующего года уже планируется посадка зеленых насаждений. Так как эти проблемы существуют в области уже давно, проекты по их устранению переходят из года в год. Загвоздка была в финансировании. Теперь с учетом актуализации и поддержки Министерства экологии и Акимата области, дорожную карту проекты закладываются уже с денежными средствами. На следующей сессии Масляхата уже будем закладывать какие-то определенные суммы и уже будут, каждый пункт будет уже денежными средствами и непосредственно будут депутаты нашего областного Масляхата уже вести контроль за этими денежными средствами. Специалисты извне будут привлекаться? Специалисты мы, да, тоже так же, ну, непосредственно будут общественники тоже так же привлекать для контроля. И будем, да, по мере возможности будем, да, и специалистов привлекать. И хотя дорожная карта находится на стадии разработки, к концу года планируется реализация нескольких проектов. Основная масса же будет поэтапно воплощаться в жизнь вплоть до 2026 года.